Девушки отдыхают Средствами космической разведки испытания обнаружить не удалось. Развертывание комплекса этого типа резко снизит результативность первого удара наших стратегических ядерных сил. В середине 70-х годов это событие стало поворотным в советско-американском военном соперничестве. У Советского Союза впервые появился ракетный комплекс «Невидимка» с ядерным оружием на борту. Его координаты нельзя было определить даже с помощью спутников-шпионов. Новое сверхсекретное оружие получил элитер ДЭМ-2С. Если вы знаете характеристики, координаты цели, то вы поражаете в упреждающем ударе эти цели с гораздо большим эффектом, чем ежели вы координат цели не знаете. Юрий Семенович Соломонов. Директор и генеральный конструктор Московского института теплотехники. Одного из самых засекреченных предприятий нашей страны. Именно здесь были созданы все мобильные межконтинентальные стратегические комплексы. Нигде на Западе в то время не появлялась достоверной информации, дезинформации появлялась. А достоверной информации о том, чем мы занимаемся, характеристиках каких-то, этого нет до сих пор. И эта секретность имела под собой веские основания. По замыслу советского руководства, именно мобильные ракетные комплексы, которые создавались в Московском институте теплотехники, должны были стать тем оружием, которое выживет в случае внезапного ядерного удара противника. Попросту говоря, в начале 70-х именно такими ракетами мы собирались мстить врагу. Наверное, поэтому в военных кругах новые ракетные комплексы сразу назвали оружием возмездия. 23 ноября 1974 года во Владивостоке состоялась экстренная встреча президента США Джеральда Форда с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Тогда американский президент буквально потребовал от Леонида Брежнева не разрабатывать и не производить мобильные комплексы. За океаном прекрасно понимали, что в случае ядерного удара нападающую сторону ждет неотвратимая расплата. Неотвратимая расплата. 1959 год. На Кубе победила революция. Власти пришел Фидель Кастро, который занял антиамериканскую позицию. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Фрущев поддержал правительство Кастро. И наши отношения с Соединенными Штатами резко ухудшаются. К тому времени США в 10 раз превосходили нас по количеству ядерных боезарядов на бомбардировщиках и межконтинентальных ракетах. И в этот момент американцы еще больше обостряют ситуацию. 1 февраля 1961 года. Москва, Генеральный штаб, начальнику Главного разведывательного управления. Совершенно секретно. В Соединенных Штатах на западном ракетном полигоне авиабаза Ванденберг произведен первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-1А». При дальности пуска 9000 километров отклонение ракеты от цели не превысило 1500 метров. Новые высокоточные ракеты «Минитмен» по заранее известным координатам. Теперь были способны уничтожать наши стратегические ракеты прямо в пусковых шахтах. В этом случае у Советского Союза не оставалось возможности для нанесения ответного удара. Поэтому в начале 60-х годов перед руководством страны встала сложнейшая проблема – как защитить наши стратегические силы. Предлагалось два пути – или строить дорогие шахты, способные выдержать ядерный удар, или создавать мобильные ракетные установки. Хотя споров было много, потому что для военных было очень просто. «Имеешь шахту, просто эксплуатируешь, защищено, охрана тут и все прочее, отработанная система регламента, обслуживание». Под давлением военных правительство Крущева принимает решение сооружать сверхпрочные шахты для наших баллистических ракет. В середине 60-х годов по всей стране в обстановке строжайшей секретности разворачивается гигантское строительство. Закладываются сотни ракетных шахт и подземных командных пунктов. Одновременно по инициативе зампреда Совета Министров Дмитрия Устинова, который тогда курировал оборонную промышленность, принимается решение, которое позже сыграет решающую роль безопасности страны. Начинаются экспериментальные работы по установке стратегических ракет на самоходные шасси. Впрочем, тогда инициативе Устинова никто серьезного значения не придал. Тем, кто задавал практически тон вот в направлении создания стратегических вооружений, ну, помимо первого лица в государстве, за которым было, конечно, последнее решение, практически генератором движения вперед был Дмитрий Устин. В 1966 году на одном из секретных полигонов под шифром РТ-15 начинаются испытания первого подвижного ракетного комплекса. Он был создан в Ленинградском Центральном конструкторском бюро номер 7 под руководством конструктора Петра Тюрина и мог прямо с колес поражать стратегические цели на расстоянии до 2500 километров. Но этого было недостаточно. Военным было необходимо оружие, способное поражать цели за океаном. И советское правительство объявило конкурс на разработку первого мобильного межконтинентального ракетного комплекса. Он должен был весить не более 60 тонн, самостоятельно перемещаться, уходить от спутников разведки и быть в постоянной готовности к нанесению ответного удара. Во всех конкурсных проектах, которые проводились между нами и организацией Министерства общего машиностроения, ракетными фирмами, мы оказались победителями. «Темп-2С» — так назвали комплекс, который стал первой мобильной установкой с межконтинентальной ракетой. Он был настолько секретным, что по инструкции, когда ракетовоз покидал укрытие, все находившиеся поблизости солдаты обязаны были поворачиваться к машине спиной. Принятый на вооружение — это был первый комплекс «Темп-2С». Он был принят во второй половине 70-х годов на вооружение. И развернута дивизия в районе Плесецка. 1969 год. Обострение отношений между СССР и Китаем из-за территориальных споров грозит перерасти в большую войну. В марте на острове Даманске начинается вооруженный конфликт, в котором с обеих сторон принимают участие регулярные войска, активно используются артиллерия, танки и реактивные установки. 25 мая 1971 года. Москва. Министру обороны СССР. Совершенно секретно. В Китае на полигоне Уджай начались испытания новой баллистической ракеты средней дальности «Дунфэн-2». Ракета способна поражать наши стратегические объекты на глубине до 4000 километров. В случае войны применять против Китая наши межконтинентальные ракеты военные считали неразумным и расточительным. У этого стратегического оружия были другие цели и задачи. А дальности тактических ракет явно не хватало. Необходимо было срочно найти какой-то промежуточный вариант. В 1971 году Московский институт теплотехники начал разработку нового ракетного комплекса, аналога, в котором противник так и не смог создать. Новый комплекс назвали «Пионер», а в странах блока НАТО ему присвоили литер СС-20. Из-за своих уникальных характеристик этот комплекс на долгие годы станет предметом жесточайших споров на переговорах между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Каждая ракета комплекса несла три ядерных боевых блока и могла уничтожить любую цель противника в диапазоне от 1 до 5000 километров. Например, если «Пионер» находился в европейской части Советского Союза, то он держал под прицелом всю Европу. А те ракеты, которые находились за Уралом, могли работать по любой точке азиатской части континента. В 1971 году, после службы в ракетных войсках, в Московский институт теплотехники приходит молодой конструктор Юрий Соломонов. Для него «Пионер» стал первым принятым на вооружении ракетным комплексом, в разработке которого он принимал непосредственное участие. И так получилось, что я с самых первых шагов своих занимался не, как вы говорите, отдельным узлом или агрегатом, а на меня была возложена работа, научно-исследовательская работа, и я был ее главным исполнителем по созданию ракеты для комплекса оперативно-тактического назначения. Новый комплекс очень понравился военным, надежный и простой в обслуживании. И в начале 80-х ракетные войска начали ускоренно вооружать «Пионеры». К 1983 году их количество достигло 300 единиц. 17 ноября 1983 года. Москва, Генеральный штаб, начальнику Главного разведывательного управления. Совершенно секретно. На территорию ФРГ в подразделении 56-й бригады сухопутных войск США поступил новейший ракетный комплекс средней дальности «Першинг-2». Ракета комплекса впервые оснащена высокоточной системой наведения, которая на конечном участке траектории полета использует радиолокационную карту местности. Мы стали разворачивать «Пионеры», американцы. После этого стали разворачивать «Першинги-2» и крылатые ракеты наземного возирования. Это был ответ, это была реакция. Дальность американских «Першингов» не превышала 2000 километров. Но из Европы они всего за 8 минут могли долететь до Москвы и Ленинграда. Это делало их исключительно опасным оружием первого удара. Они не могли поразить наши там пусковые установки, но вывести из строя пункты государственного управления и обезоружить по существу управления, разрушить управление, они могли сделать превосходным. 1987 год. 8 декабря Горбачёв и Рейган подписывают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Чтобы убрать чрезвычайно опасные «Першинги» из Европы, Советский Союз был вынужден согласиться на уничтожение своих лучших мобильных комплексов. Угроза ядерного удара по европейской части СССР была ликвидирована, но вместе с ней и «Пионер» ушёл в историю. Не нужно было в таких масштабах и такой комплекс развертывать. Но это не вина разработчиков. Они сделали своё дело превосходно и по конструкции, и по технике, и по технологии. В ходе исполнения договора впервые на советские ракетные базы и полигоны были допущены американские военные инспекторы. Часть советских ракет взорвали, другие ликвидировали с помощью пусков. При этом «Пионер» стартовал 72 раза, и все пуски прошли без единого замечания. Вот в этом и заключается одна из основных особенностей разработок Московского института теплотехники. Все их работы характерны, понимаете, таким минимальным риском и высокой надёжностью. Но в конце 80-х годов стало ясно. Повышать защищённость шахтных пусковых установок больше не имеет смысла. Тем более, что их координатами мы обменялись с американцами официально. Шахты несколько раз упрочняли и довели до высокой степени защиты от сейсмической и ударной волны. Но точность-то попадания всё время повышалась. И уже в конце 70-х было совершенно ясно, что если мы не перейдём на мобильные комплексы, то стационарные комплексы при разоружающем ударе США обречены. Один-два боезаряда были достаточны для того, чтобы поразить 10 боезарядов. Советский Союз оказался в очень трудной ситуации. Договор ОСВ-2 об ограничении стратегических вооружений, подписанных в конце 70-х, не оставил нам выбора. В договоре ОСВ-2 был запрет на развертывание мобильных пусковых установок. Пентагон был категорическим противником мобильных пусковых установок. Ситуацию ещё больше осложняло одностороннее обязательство Советского Союза 1982 года о неприменении ядерного оружия первого. В этих условиях ракетным войскам стратегического назначения предстояло решить задачу сохранения боеспособности в случае внезапного ядерного удара противника. Мы создавали оружие, сдерживание, для того, чтобы это оружие охладило пыл тех, кто потенциально мог покуситься на нашу страну. Основную роль в ответном ударе предстояло сыграть в новой разработке Московского института теплотехники мобильному ракетному комплексу «Тополь». Это был основной комплекс, который оставался для ответного удара. Основной. Все основные притягивали на себя боевые блоки противника, и таким образом выживал только один «Тополь». В НАТО новый советский ракетный комплекс получил литер СС-25. 23 июля 1985 года. Ленгли, штат Виржиния, директору ЦРУ. Совершенно секретно. Первый полк русских мобильных ракетных комплексов СС-25 заступил на боевое дежурство. Место дислокации полка — окрестности города Йошкаралы в Марийской республике. Ракета способна поражать цели в радиусе до 10 тысяч километров. Седьмой, седьмой, я первый. На приеме седьмой. Подготовить установку к машинке. Поняли? Первый, вас понял. Начинаем работать. В середине 80-х ракетному комплексу «Тополь» не было равных в мире. Он вобрал в себя самые лучшие достижения конструкторов ракетной техники. Этот уникальный комплекс на автомобильном шасси может вместе с ракетой передвигаться со скоростью 60 километров в час по любому бездорожью. Экипажу созданы все условия для комфортной работы. Готовность к старту из любой точки не превышает 20 минут. С такими ракетами мы чувствовали себя уверенно на любых переговорах по стратегическому оружию. Когда создается тот или иной комплекс, он создается как техническая система, обладающая определенной совокупностью технических, боевых и эксплуатационных характеристик. Это инструмент в руках государства, который государство так или иначе может использовать. Высочайшие технические характеристики наших мобильных ракетных комплексов стали одним из главных препятствий на новых переговорах о сокращении стратегических наступательных вооружений, которые СССР и США дели в конце 80-х годов. Целый раздел по мобильным пусковым установкам стоял в рассогласованиях до самого почти конца. Американцы никаким образом не соглашались на разрешение мобильных ракетных комплексов. 1991 год. Президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш 31 июля подписывают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Интересно, что накануне подписания договора американцы жестко настаивали на запрете наших мобильных комплексов. И советская сторона едва не пошла на компромисс. Подлинная причина такой жесткости американцев выяснилась только недавно из-за рассекреченных документов нашей делегации о ходе этих переговоров. И вот наш глава делегации, я не буду называть фамилию его, он жив и здравствует, спрашивает своего коллегу американского, почему вы так возражаете против мобильных комплексов межконгинентальных? И он сказал, да вы знаете, вот мы, политики и госдеп, мы не возражаем, но военные против. А почему военные-то против? Они говорят, что это затрудняет им планирование удара. Вот представьте, вот такой откровенный ответ. Спустя несколько месяцев после подписания договора СНВ-1, Советский Союз прекратил свое существование. Но угроза возможного ядерного удара не исчезла. В новых условиях России предстояло в одиночку решать эту проблему. 1991 год мог стать последним для наших стратегических ядерных сил. Развалился Советский Союз, а вслед за ним стали распадаться связи между предприятиями, которые создавали стратегическое оружие. Например, ракетный комплекс «Тополь» разрабатывало около 500 предприятий бывшего Советского Союза. Теперь многие из них остались за границей. Именно в это время Московский Институт Теплотехники совместно с украинским КБ «Южная» разрабатывает новую уникальную стратегическую ракету «Тополь-М». Независимая Украина сразу предлагает России выкупить чертежи тех ступеней новой ракеты, над которыми работали специалисты КБ «Южная». Но Московский Институт Теплотехники принимает решение работать над ракетной программой самостоятельно. Задача была предельно ясной. Если не удастся сохранить коллектив и заново восстановить связи между предприятиями, о новом ракетном комплексе можно будет забыть. И здесь Институт выручила конверсия. Это была трансформация. Естественное желание, профессиональное желание приспособить то, что связано потенциально с уничтожением человечества, значит, трансформировать это в мирное русло. 1993 год. Полигон Плесец. Здесь 25 марта состоялся запуск ракетно-космического комплекса «Старт-1», созданного на базе агрегатов и узлов боевого тополя. Именно эта ракетная установка, над созданием которой работал когда-то весь Советский Союз, выручила Институт в трудную минуту. Так появился ракетно-космический комплекс семейства «Старт», которые на сегодняшний день заняли определенную нишу на международном рынке услуг по запуску. Сегодня запуски спутников с использованием комплекса «Старт» производятся с нового российского космодрома «Свободный» в Амурской области. С помощью этой системы на орбиту уже выведены космические аппараты Соединенных Штатов, Израиля и Швеции. Сейчас вы впервые по этой видеомодели можете представить, как ведет себя баллистическая ракета после старта. Только на этот раз она несет не ядерную боеголовку, а гражданский спутник. Мы, ну, по своей интеллектуальной, что ли, данности и по своим способностям не могли заниматься, например, торговлей или какими-то вопросами, которые, ну, не составляют то, что называется наукоемкость. На основе передовых военных технологий в Институте создана автономная ветроэнергетическая установка «Жаворон». Кроме этого, конструкторы разработали уникальную монорельсовую транспортную систему, которая впервые внедряется в Москву. Именно такие нестандартные шаги помогли Институту теплотехники под руководством Юрия Соломонова не просто выстоять, но и создать ракетный комплекс, который сегодня называют оружием 21 века. 28 декабря 1998 года на боевое дежурство заступил первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М». Именно в этот день на защиту нашей страны встал новый стратегический ракетный комплекс, в котором всё, вплоть до последней детали, было российского производства. Эти уникальные видеокадры служебной съёмки вы видите впервые. Они рассекречены специально для этого фильма. Даже снимать новый мобильный ракетный комплекс можно только с одной стороны и под определённым ракурсом. Многие детали его конструкции до сих пор остаются сверхсекретными. «Тополь-М» не имел, не имеет, и, я думаю, в ближайшие 10-15 лет не будет иметь аналогов за рубежом. «Тополь-М» — это первая межконтинентальная ракета, которая может применяться и в шахтном, и в мобильном варианте. Сегодня новый мобильный комплекс только проходит испытания. Он по многим параметрам уникален. Установка может легко передвигаться по бездорожью. Специально для неё разработано восьмиосное шасси, которое имеет радиус разворота легкового автомобиля. В НАТО новый российский комплекс «Тополь-М» уже получил шифр СС-27. 8 октября 2000 года. Вашингтон в Конгресс США. Совершенно секретно. В случае развертывания системы национальной противоракетной обороны существует вероятность того, что Россия начнёт снова размещение ракет ближнего радиуса действия вдоль своих границ. Кроме того, русские могут пойти на увеличение количества боеголовок на стратегических комплексах СС-27. Подобные выводы американских спецслужб основаны на знании некоторых параметров российского комплекса «Тополь-М». Он может преодолевать любую противоракетную оборону противника. Конструкторами предусмотрена возможность установки на ракету головной части с несколькими боеголовками. Сейчас вы можете впервые увидеть, как во время испытаний происходит отстрел обтекателя, который прикрывает ядерный боезаряд в то время, когда ракета разгоняется. Необходимо было повышать уровень тактико-технических характеристик, то есть точность попадания, стойкость к поражающим факторам различного рода. Эта задача была успешно решена. При создании «Тополя-М» конструкторы впервые встали перед угрозой поражения ракеты на активном участке траектории, в тот момент, когда работают ее двигатели. Современные средства противоракетной обороны уже позволяют это сделать. Никогда раньше при создании ракет стратегического назначения такая угроза для ракеты не существовала. Как отреагировать на нее? Ну вы же ракету не спрячете в карман, она же лететь должна. Эти рассекреченные кадры также демонстрируются впервые. Операторы института сняли испытания двигателей стратегической ракеты. Благодаря этим уникальным двигателям «Тополь-М» разгоняется намного быстрее любой из существующих в мире межконтинентальных баллистических ракет. При этом конструкция ракеты получилась очень надежной. В Советском Союзе и в мире статистика аварийных пусков при проведении первых десяти пусков ракет на этапе разработки такова, что из десяти этих первых ракет 4-5 были аварийны. Статистика при создании комплекса «Тополь-М» из 13 на сегодняшний день проведенных пусков только одна авария. История не раз доказывала, что авторитет нашей страны как великой мировой державы во многом определялся наличием у нее мощных стратегических ядерных сил. Сегодня наличие такого оружия, как межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» для России жизненно необходимо. Сейчас вклад его незначительный, потому что всего-то неполных 4 полка этих ракет. Но в перспективе это единственная стратегическая система наземного базирования, которая должна быть и в стационарном, и в мобильном варианте. Сегодня развитие международной обстановки носит непредсказуемый характер. В этих условиях Россия должна быть всегда готова к любому повороту событий. Недавно в Пентагоне под руководством министра обороны был подготовлен секретный доклад, в котором прямо говорится о том, что теперь интересы США распространяются на все без исключения регионы мира. Свои новые военные базы Пентагон планирует разместить в Польше, Румынии и Болгарии, что является прямым нарушением основополагающего акта Россия-НАТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова